В гости расскажут свои первые впечатления, расскажут о фестивале, поделятся с вами первыми эмоциями. Но для начала позвольте представить наших сегодняшних спикеров. Конечно же, министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. Добрый день. Председатель конкурса на присуждение этномузыкальной премии мира Сергей Старостин. И председатель конкурса на присуждение мастеровой премии мира Александр Мигас. Коллеги, я думаю, что сначала предоставим слово нашим уважаемым гостям, но потом уже перейдем к вашим вопросам. Ну и, естественно, первой хочется предоставить слово министру культуры Красноярского края Елене Николаевне Мироненко. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Я рада вас всех приветствовать на нашей гостеприимной Красноярской земле, особенно тех, кто у нас впервые. Но я знаю, что фестиваль обладает очень особенным качеством. Он всегда притягивает к себе сердца людей, и многие приезжают на него многократно. Фестиваль в этом году солнечный, нам повезло с погодой. Вчера, если кто-то видел, торгкомитет проводил обряд в Камалане для того, чтобы к нам пришла хорошая погода, и мы надеемся, что все эти дни она будет сохраняться. В этом году у нас немножко изменилась фестивальная, скажем так, составляющая по площадкам. Я думаю, что вы уже заметили, что у нас появилась трапезная. Впервые на фестивале представлены в том числе и туристко-информационные центры сразу трех регионов. Республики Хакайси, Республики Тыва, конечно же, Красноярского края. И буквально выйдя с главной фестивальной площадки, можно их увидеть и ознакомиться с теми экскурсиями, с теми маршрутами, которые они предлагают. Это наше новшество, которое я очень надеюсь на то, что станет традицией. Для нас всегда особенным событием является фестиваль. Сегодня у нас была большая расширенная встреча с губернатором Красноярского края, Виктором Александровичем Толоконским, где мы как раз поднимали вопросы сохранения и развития того направления, которое широко представлено на фестивале. Конечно же, это традиционная культура во всех ее проявлениях. И музыкальная культура, и то, что мы видим в наших ремеслах. Все это широко представлено на фестивале, конечно, требует особого внимания и поддержки со стороны государства. Я надеюсь, что итогами совещания станут большие решения, которые нам уже пообещал губернатор Красноярского края Виктор Александрович. Но я надеюсь, что фестиваль будет сохранять всегда тот фестивальный дух, который он передает всем нам, потому что он становится площадкой дружбы. Вот сейчас, если пройти в палаточный городок, то можно увидеть, что уже более 600 палаток нам заехало, причем это 24 региона Российской Федерации. Люди приезжают на машинах издалека и уже размещаются. И, конечно, это число будет увеличиваться кратно с каждым днем фестиваля. Для нас важно и то, что в этом году очень много стран приняли участие в конкурсной программе. Но я думаю, что Сергей Николаевич сможет более подробно рассказать о тех музыкантах, которые инициативно появляются. Но для меня было удивлением, когда появлялись страны, которые совершенно, скажем так, оригинальные и редко появляются на фестивальных картах. Это Иран, Мексика, Австралия, например. И они участвуют именно в конкурсе, это не приглашенные звезды. И, конечно же, та звезда, которую мы ждали, мы два года не могли состыковать наши, скажем так, фестивальные графики. Это, наверное, одна из самых известных на данный момент российских групп на музыкальной сцене, Тубинская группа «Курфу-Курфу». И в этом году они смогли приехать на фестиваль. Но я думаю, что музыкальную программу более подробно сможет Сергей Николаевич для вас осветить. Ну, а мне хотелось бы по-прежнему сказать, что фестиваль является открытой площадкой для всех нововведений. В этом году у нас ряд нововведений появились с точки зрения информационной открытости, и любой желающий может присоединиться к нашему телеграм-каналу и осветить все события фестиваля буквально онлайн. Поэтому мы вас всех рады приветствовать. И отдельно по программе и по всем остальным новшествам я готова буду отрабатывать. Спасибо большое. Ну, таким, я уже сказал, музыкальным стержнем всегда в фестивале является конкурсным присуждением этой музыкальной премии мира. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, какой уровень номинантов в этом году? Удивят ли они зрителей? Покажут ли они что-то такое невероятное, чему гости нашего фестиваля будут невероятно восхищены? Вы уже прямо вот ответили. Удивят, безусловно. Да нет, на самом деле, если говорить серьезно, что меня радует в конкурсном программе. Я говорил и повторюсь, что с первых фестивальных лет, я уже довольно долго, я даже забыл, это хорошо, что я забыл, сколько лет уже на фестивале. Это хорошее очень свойство. То есть как бы уже постоянно, неважно уже сколько, абсолютно не имеет значения. Я был противником конкурсной программы. Мне казалось, что устраивать соревнования между коллективами там хакасскими, туинскими, русскими, татарскими, вардовскими, но это поменьше не странно, потому что, но это все равно, они, так сказать, разные культуры. Вообще устраивать соревнования, но это не спорт, в конце концов, это культура. Но я осекся после того, когда понял, по результатам этих проведенных конкурсных просмотров, этих выступлений, чем заряжаются, собственно говоря, приехавшие сюда поучаствовать в конкурсе. Они получают огромное количество бонусов. Они получают не только общение между собой, что чрезвычайно важно, они видят воочию непосредственно людей, с которыми они соревнуются. Они их не знали. Поступая, ну, как подавая заявки на конкурс, понятно, что они их не знали. Здесь они с ними увидят, они друг у друга учатся. Они понимают, что да, мне чего-то недостает, я куда-то должен тянуться, я вот это еще могу, я вот это еще могу. Они уезжают отсюда полны идеями и желанием вернуться и еще раз попытать себя в этом конкурсе, чтобы уже точно победить. Некоторые по три раза, по четыре раза. Вот. И мы их пускаем в феноменацию, пускаем, потому что мечтаем, надо давать шанс, потому что мы смотрим все-таки на вырост, всю эту историю. И, ну, я, может быть, знаю два-три случая, но таких вот обид, когда не получили за что-то, да, остальные люди прекрасно понимают, в чем они принимают участие. Мы стараемся настраивать на эту историю, ну, как на своеобразную игру, что ли, да, игру. Ну, в конце концов, золотых медалей здесь не вручают. Да, это почетный трофей. Трофей мира Сибири, он почетный трофей. Вот. Но это все-таки не спорт. Это культура, и здесь к пониманию относятся. Как правило, без эксцидентов происходит вся наша, вся наша корпусность. Вот. Что касается уровня номинаторов, дело в том, что с каждым годом расширяется география. Это не пустой звук, это реально так, оно так и происходит. Расширяется география заявок, даваемых, ну, если пока еще не отовсюду, не со всего мира, конечно, да, но расширяется, во-первых, и география стран, и расширяется география областей России, из которых к нам подают заявки коллективы. И надо сказать, что люди, приезжающие из европейской части России, коллективы, приезжающие из европейской части России, начинают потихонечку локтям, так сказать, сибиряков, так вот, теснить, да, что называется. То есть вы давайте, сибиряки, бежите себя в тонусе, потому что если нет, то мы заберем все главные призы. Вот, я считаю, что это тоже один из серьезных стимулов сибирским коллективом каким-то образом двигаться дальше, повышать свое мастерство, искать пути, совершенствовать. Вот, и уровень высокий, одним словом. Уровень номинантов высокий, это вы сами услышите. Спасибо большое, ну, я уверен, что года к году, как и происходит, уровень артистов, номинантов в нашем стивале будет только расти. Если музыкальный конкурс, это такой вот прямо стержень, на котором держится фестиваль, то, наверное, конкурс мастеровой, это его душа. Поэтому, Александр Яковлевич, расскажите, пожалуйста, что приготовили номинанты на присуждение мастеровой премии, какие удивительные вещи увидят посетители фестиваля, гости в этом году. Ну, мы еще молоды были участники, это третий год, но говори-ка классики, чтобы тебя слышали, говори тихо. Мы отличаемся от мукольного мастера. Мукольного номинации нужно, нас нужно, нужно и смотреть, и слушать, а нас не нужно. Сейчас открыта выставка, она уже готова, еще вчера, вот центральный административный корпус, где мы там, в выставочный зал, и выставлены 12 номинантов, которые уже получили право отсюда примерно. Было около 160 желающих. География огромная, от Крыма и до Дальнего Ростова, до Прюмой. Поэтому мы выбрали 12 человек, это такая классическая цифра, может исходя из возможностей физических, как бы с тобой сейчас на зал. Есть также люди, которые уже по второму году участвуют, вот уже ушли этот момент, вот, женщина с двери, она уже вторую, она в том, как она была, а была на первом. Ну, в апреле, в домашке, в новой коллекции. Работы разные, то есть здесь у нас 6 человек идут как народники, то есть народное творчество, и 6 профессионалов. Костюм, керамика, значит, соломка, роспись миниатюрная, вот есть такие, одна техника очень современная, необычная, в номинации, совершенно авторская, ну, в общем-то, народ покладист, совершенно, сейчас мы посмотрели видеоряд, то есть они показывают, делают, они, кстати, везут выставку свою здесь, то есть люди по 3, по 4 чемодана привезли вещество, то есть это для участия в конкурсе, в творчестве. То есть это маленькие девятьсотники, как всегда это женское начало побеждает, вообще декоративное искусство, я вот сам, кстати, работаю в денежнике, а какие божественные искусства, богини, просто. Поэтому вот такая, вкратце, легкая здесь аннотация, что у нас на канале? Да, я показала, кстати, вот наши здесь премии, можно посмотреть, это та самая у нас знаменитая премия, музыкальная премия мира, чаша мира, которую получают те, кто становится лауреатами. Гран-при. Гран-при. А это уже мастеровая, но она вот такая же, только, очень красивая. Собирательный образ, элементы, говорится, азиатская. Спасибо. Я, конечно, думаю, что многие обратили внимание, что город мастеров у нас расширился немножко, и не пройдите мимо него, вот я уже не прошла, обратите на меня внимание. Потихонечку исчез вот так называемый такой балаган, хотя балаган имеет право, ярмарок это такой слегка, он должен нарушать легкие каноны классического какого-то фестиваля, потому что, я как объясняю, если это не было. Вот играет, допустим, симфонический оркестр, вдруг залетел туда шмель, все, он все сломал. Если играет народный оркестр, народный инструмент, залетел рой пчел, он не навредит. Он будет вливаться в культуру. Балаган он должен быть добрый, базарный. Я имею в виду насчет нашей ремьеры. Можно подытожить, что всех гостей фестиваля, мы ждем выставочном зале музея-заповедника Шушинская, там, именно там проходит выставка номинантов конкурса до присуждения мастеровой премии мира. Коллеги, теперь вопросы. Если, что касаемо чаш, уже послезавтра, на церемонии закрытия мы узнаем счастливчиков, которые в этом году станут обладателями гран-при фестиваля. Прошу вас, коллеги, вопросы. Добрый день. В этом году очевидно, что тема экологии была поддержана особо. Тем более, что дорослета профильная тема в этом году. И тема севера, неожиданно, более сарпентированная. С чем это связано? И можно ли говорить о том, что событийный туризм становится, каким вы кажется, в Сибири, проектом, дополняется экологическим составляющим, экологическим туристом? Спасибо за вопрос. Как я уже действительно и обозначила, тему событийного туризма мы практически не использовали в предыдущие годы, потому что туристко-информационные центры на площадке фестиваля в этом году появились впервые. И мы сразу, буквально вот с вчерашнего дня, когда замонтировали площадку, уже увидели интерес. И, кстати, уже экскурсии у нас и в Минусинск, и в Ергаке, и на Саяно-Шушенскую ГЭС уже заказываются. И уже люди планируют свои поездки, в том числе, кстати, и в соседние регионы, потому что мы дружим с ТО и с Хакасией. И для меня вот это вот межрегиональное сотрудничество и возможность презентовать возможности наши не только культурные, но и природные в том числе, потому что рядом с фестивальной площадкой находится один из крупнейших природных парков, это парк Ергаки. И, конечно, тема экологии, обозначенная в этом году на федеральном уровне, она звучит. И буквально здесь, на площадке, на деревне, можно увидеть тему, которая связана со столетиями заповедной системы России, и все заповедники России, не все, конечно же, но хотя бы такая самая яркая часть, уже представлена на площадке фестиваля. И правильно заметили, что тема севера, она, конечно, в этом году, как вы упомянули, торпедирована. Да, это так, потому что она всегда вызывает особое внимание, и мы сегодня много говорили о том, какие у нас народные есть ренесла, но ведь на Таймыре огромное количество мастеров, которые могут себя продвигать и презентовать Красноярский край в том числе. Поэтому, конечно, вот с творчеством мастеров и с укладом жизни северных народов можно ознакомиться и здесь, на площадке фестиваля, потому что, конечно, хочется показать, какая богатейшая культурная палитра есть у Красноярского края. Нам действительно есть чем гордиться, и хочется, чтобы об этом знали не только жители самого Красноярского края, и обязательно гордились, но и те гости, которые к нам приезжают. Поэтому для нас фестиваль, безусловно, это самая яркая, самая востребованная, визитная карточка. Именно так мы его используем. Спасибо большое. Елена Николаевна, еще пару лет назад началась общественная дискуссия, не знаю, сколько она была официальная, о том, чтобы мир Сибири, он проходил, возможно, не только в Шушенском, но и другие населенные пункты тоже приглашали к себе этот фестиваль и показывать, конечно, в крае есть не только музей Ленина или Ергаки, много хороших мест. Есть ли шанс, что другие города также когда-то в перспективе будут принимать мир Сибири? Обсуждается ли это на высшем уровне? Ну, не только шанс, но уже второй год подряд в этом году в городе Красноярске для тех жителей города, которые не успели попасть в поселок Шушенское и очень хотели бы, но не смогли бы по каким-то рабочим и личным обстоятельствам сюда приехать. Часть тех, кто выступает на площадке фестиваля, перемещаются и выступают на, скажем так, послевкусии фестиваля. Это площадка Татышев-фест на острове Татышев, также на открытом воздухе в Красноярске. Мы ждем всех гостей. Поэтому приезжайте 11 июля на остров Татышев и я думаю, что вы сможете убедиться в том, что фестиваль расширяет, конечно же, свои границы. Но основная площадка, базовая, конечно, всегда останется в поселке Шушенском и я думаю, что никто этому препятствовать никогда не будет. Хотя вопрос действительно обсуждался. Обсуждались разные вопросы, что сделать его раз-два года, перенести еще куда-либо. Но мне кажется, та командная работа, которая у нас сложилась, у Министерства культуры Красноярского края совместно с администрацией Шушенского района, насколько слаженно решаются уже многие вопросы, как легко они решаются. Площадка уже намоленная фактически, потому что люди уже планируют свой отпуск, зачастую, чтобы приехать в Шушенск и дальше, например, продолжить этот отпуск где-то еще на юге Красноярского края. Поэтому мне кажется, что не стоит этого менять. Это уже та традиция, которую только надо поддерживать, развивать, что-то укропнять, что-то вводить новое, улучшать. Но ни в коем случае, конечно, не вводить уже из Шушенского фестиваля. Спасибо. Спасибо большое. Прошу вас. Елена Николаевна, инфраструктура агентства Первый Лайн. Где-никакого коллектива вы больше всего ждете в музыкальном конкурсе? Или, может быть, за кого-то болеете? Я бы сказала, что у нас буквально, наверное, да, буквально вчера открылся фестиваль Сету в Красноярском крае. Это православные эстонцы. И для меня, наверное, по зову крови это было тоже особенно важно, потому что моя прабабушка как раз она Сету и приехала сюда из Эстонии, вышла замуж за моего прадеда и, в общем, как-то прижилась. И я с особым трепетом жду выступления эстонской группы Трэд Атак, которую мы пригласили. Мне кажется, что это будет достаточно интересно, потому что, как говорят эксперты, это первая эстонская группа, которая вышла за пределы эстонского музыкального рынка вот в этом направлении. И, как я уже сказала, для нас важен тот исполнитель, не эстонский, а туинский, да, группа Фунхурту, которую многие слышали на заставках фестиваля. Если вы помните, то основной трек, который всегда звучит, это именно трек группы Фунхурту. И, кстати, скажу вам такую даже подробность, о которой не все знают. В 2007 году этот трек именно я выбрала в качестве заставки фестиваля, когда мы с Андреем Катаевым отбирали, скажем так, музыкальное сопровождение. Поэтому это тоже имеет какой-то такой характер, который для меня очень важен, я очень хочу увидеть их на сцене. Но мне кажется, что все абсолютно гости, которые приехали к нам, обладают очень яркой палитрой каких-то музыкальных новшеств, каких-то лабораторных, наверное, даже экспериментов. Потому что я все-таки всегда фестиваль рассматриваю как огромную лабораторию. Потому что понятно, что люди приехали отдыхать, общаться друг с другом, слушать хорошую музыку, но для музыкантов это огромная лаборатория, это огромный профессиональный опыт, который они в дальнейшем смогут уехать в свои регионы или оставшись в Красноярском крае, применять для нас, для зрителей, конечно. Вот это для меня наиболее важно. А на площадку фестиваля приезжают около 3,5 тысяч участников, артистов, это и ремесленники, это и музыканты. Вы представляете, какое здесь огромное симбиоз творчества происходит? Вот это настоящий взрыв. Спасибо большое. Ну, коллеги, огромное количество очень мероприятий происходит на фестивале. Я думаю, что всем нужно успеть до начала музыкальной программы еще посетить, посмотреть. Ну, вот есть еще вопрос. Ну, давайте коротко... Есть еще вопрос. Давайте два коротких вопроса, наверное, и пойдем уже заслаждаться фестивалем. Дима, действительно короткий. Хорошо. Ирина Денисенко-Афронтова. Хотела спросить, сколько гостей в этом году ожидаете на фестивале? И вообще, как прослеживается динамика, увеличивается число гостей, не увеличивается? Вообще, всегда, если честно, меня вопрос, сколько гостей ожидается на фестивале, вгоняет в тупик, потому что как я могу предположить? Практика показывает, что динамика у фестиваля положительная. Каждые годы фестиваль растет. Если он начинал с нескольких тысяч зрителей, то в прошлом году было зафиксировано 34 тысячи человек. Меньше 30 тысяч за последние несколько лет у нас не было на фестивале. И я абсолютно уверена в том, что схожую цифру мы получим по итогам фестиваля этого года. Можно, конечно, говорить о том, что мы сотни тысяч ждем и так далее, но я понимаю, что фестивальная инфраструктура просто окажется, наверное, в сложном положении. Поэтому есть определенный максимум, который мы получаем. Я думаю, что до 50 тысяч фестивальные площадки с легкостью могут принимать. Ну, если будет больше, значит, будем расширять фестивальное пространство только так. У меня вопрос к Сергею. Сергей, вы как-то в одном интервью говорили о том, что всего в России насчитывается около 500 таких хороших этнических коллективов. При этом каждый год Мир Сибири принимает более 230 заявок. Получается, неужели такой высокий уровень действительно, что к нам половина этих коллективов каждый раз стремится попасть? Нет. Нет, я, может быть, сказал, но, знаете, я не волшебник, не знаю каких-то потаимных течений. У меня такое ощущение, что вот этот источник, родник поступления этих коллективов, рождение, появление, я не знаю, где они там, в каких лесах они прятались, по каким катакомбам, по каким землянкам, по каких землянкам, не знаю. Но вдруг они в какой-то момент раз, вот появляются, здрасте, а я вас не знаю. Откуда вы появились такие красивые? А где-то они вот, да, ну, страна-то огромная, но что, невозможно все уследить. Я думаю, что не 500, это, конечно, я поскромничал, я думаю, что гораздо больше коллективов, достойных в России. Не до всех еще дошла слава, ну, слава о фестивале. Но она постепенно доходит, 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 и сюда начинают приезжать, ну, я бы сказал, даже образцовые коллективы из тех, которые на конкурс. Им просто можно уже профессионально работать на сцене. А они подают заявки на конкурс, просто потому, что хотят попасть на сцену. Спасибо большое. Ну что ж, коллеги, спасибо.